всем привет дорогие друзья подписчики и гости моего канала рада вас приветствовать впрочем как обычно я решила снять видео снова снова на своей кухне и я готовлю сейчас гречку и знаете что я хочу вам сказать гречка мне уже больше не пахнет гречкой просто какой-то трэш потому что я уже не чувствую даже гречку у меня был были непонятные запахи к мясу они в принципе и есть теперь у меня появляются непонятные запахи и к другим друг другой еде тоже вот сейчас я варю гречку и она мне пахнет также сама как и пахнет мясо и это все пахнет очень неприятно примесь какие-то сейчас принюхаюсь ну короче я не могу объяснить как хлорка перемешанная с какой-то фигнёй в общем очень неприятно я вообще не знаю как я буду дальше питаться и что с этим делать и можно ли это вообще исправить и все-таки последствия ли это всеми известного коронавируса или что это вообще такое почему или это последствия фронтита просто полный трэш честно говоря я нахожусь какой-то ком-то непонятном таком состоянии потому что мне это абсолютно не нравится вот пока я варю гречку еще хотела рассказать вам о том о каналах целом да вот о продвижении каналов о продвижении в инстаграмах в ютубах у меня есть одна знакомая и она блогер у нее там что-то около ста тысяч подписчиков в инстаграме но она такая что в целом не рекламирует никого да вот и она рассказывает что для того чтобы поднять какой-то влог любой влог instagram youtube в любом случае нужны вложения в любом случае нужен какой-то там таргет до нужны специалисты нужна реклама у больших крупных блогеров то есть по факту человек блогерство я где-нибудь в ютубе далее в инстаграме по факту он не поднимется наверное никогда до получается так сейчас в наше время это происходит лет семь назад еще можно было подняться самостоятельно а сейчас уже там поменялась система вся фигня и собственно говоря подняться уже просто так самостоятельно скорее всего и невозможно либо подниматься в будете долгих 10 там 20 лет и то не факт да это если смотреть правде в глаза а не накручивать снимает три года влоги каждый день и будет тебе счастье да нифига там не будет скорее всего если у тебя обычные блоги вот у меня лично обычные блоги это нужно снимать либо какой-то полный дебилизм полный трешевый дебилизм да там алкашнюк ухтанариков там жестких и потихонечку на этом раскручивается нужно снимать что-то реально крутое от супер мега крутое ты должен там чуть ли не супер мега идеал быть делать различные там дорогущие какие-то конкурсы ты должен там быть просто не знаю офигенным там иметь свои самолеты яхты может быть тогда ты еще какой-то степени поднимешься этому я начинаю думать что поднятие своего блога действительно до какого-либо уровня хоть до какого-то уровня ну это невозможно в любом случае придется где-то добываться на рекламу у каких-то блогеров светиться как то чтобы они это рекламировали но они рекламировать твой блог будут или не будут может даже не будут либо же будут но это будет конечно стоить не маленькие деньги и чтобы его раскручивать нужно очень много в него вкладывать и бабла и времени естественно соответственно вот поэтому я не знаю либо плавать по мелкому пока ждать там чего-то может когда-то где-то что-то повезет может какой-то блогер может попасть там где тебя прорекламируют или еще что-то но чтобы ждать что какое-то видео вылетит на миллион тоже вряд ли по крайней мере в моем случае не знаю как у вас не знаю вы там может что там супер крутое снимаете да но честно говоря вот так вот может быть я пролила в это видео немножко негатива какого-то я так не считаю потому что все-таки это не негатив а какие-то реалити нынешнего времени и в общем я не знаю какие движения будут дальше не ну я естественно буду снимать потому что мне это нравится да потому что это круто классно для меня потому что у меня есть и определенная аудитория подписчиков но выше я говорила за то за именно о сейчас гречка сгорит выше я именно говорила за заработки за хорошие заработки с ютуба до чтобы вы могли снимать например когда контент определенные снимать себя заливать ролики и зарабатывать на этом нормальные деньги вот чтоб этого добиться большие вложения нужны и рекламы у крупных блогеров вот ребят а расскажите что вы думаете на этот счет какие вообще какие у вас мысли по поводу ваших блогов что вы думаете что вы планируете хотите ли вы развиваться именно в ютубе зарабатывать деньги либо вы хотите просто просто вести какой-то там контент это ваши хобби и вы просто общались с некоторыми людьми у вас там несколько подписчиков да там до тысячи или по пару тысяч и вам достаточно этого то есть вы не планируете крупно там монетизировать свой канал да и зарабатывать на нем деньги просто когда-то я хотела реально монетизировать свой канал и хотелось зарабатывать деньги на нем но но блин нас пока не знаю чем все это закончится ну вот снимаю что снимаю да какой контент у меня есть такой есть всякие треши там я не знаю ки снимать прыгать там с крыши и ради того чтобы меня набрались подписчики или делать сальто или вешаться на дереве там нужно залазить куда-нибудь и там что-нибудь такое сверх сверх делать но я такого не могу я то есть вот это вот хайпа хайпа на том чтобы там откуда-то прыгать что-то делать экстремальное да вылавливать там кого-то пранковать кого-то жестко но это не мое я не могу на этом хайповаться и это снимать в своих роликах для того чтобы у меня росли подписчики пока так поэтому ребят спасибо за просмотр увидимся в следующих видео целую люблю буеты